Вопрос следующий. На презентации пиратов и Самнамбу 2 говорю, что будет создан этногенез-2. Можно было бы уточнить, приблизить на какие серии войдут в нее? И войдет ли легендарная серия Рим? Науся эта 18-я книга. Она в сюжет переходит и к вадам. Если мы до 18-й книги рассказывали и расширяли сюжет, то после 18-й книги мы его будем сужать. И наша задача заключается в том, что 36-я книга стала финалом всей серии. Сегодня так много предложений по другим сериям, по других авторов. У нас внутри коллектива очень много идей. Вот я думаю, что Кирилл мне не даст соврать. Что серий, конечно, хочется сделать гораздо больше, чем 12. Потому что из-за интересных исторических промежуток гораздо больше, чем 12. И у нас есть в голове такой план, что как только мы историю мира расскажем о Геннадии и историю сомкнем, мы после этого, может быть, дальше начнем создавать новые серии. Первый ящик. Чем внимание заслужила семья Гумилёвых? Вообще, почему вокруг них всё ляпится? Вы знаете, мы вообще сериал создаём достаточно при большом влиянии творчества Льва Николаевича Гумилёва. И меня, и Кирилл, и многих наших авторов творчества Льва Гумилёва, оно сподвигло на вот, может быть, даже и создание Эмагенеза. И мы просто решили сделать его символом. Льв Николаевич, он один из самых ярких людей вообще в русской истории, в русской философии, в русской литературе 20-го века. Ну, нам очень хотелось сделать его героем. Героем больше, чем историческим. Героем, может, и опыта, и литература. Наверное, поэтому. Здесь никакого каверзного плана нету, просто одно-то захотелось сделать. Почему было принято решение о том, чтобы «Маргоси-3» сначала вышла в открытом доступе в интернете? Нам хотелось, чтобы вы пораньше всё это прочитали, чтобы вы сюда уже пришли подготовленные. Ну, просто, чтобы заразить вас идеей, чтобы вам стало интересно как можно быстрее. Знаете, ведь как? Сейчас очень многих издателей обвиняют в том, что они пытаются там заработать на своих читателях, выжать что-то из рынка. Нам просто хотелось вот тот продукт, который мы создали. А ведь, знаете, в чём дело? Создание сериала – это процесс, который очень много сил, эмоций вытягивает из тебя. И нам хотелось, чтобы те читатели, которые уже сегодня полюбили «Нагинез», уже полюбили «Марусю», «Маруси» одна из самых первых… «Чингисхан» у нас первая закончилась, да, но при этом с «Маруси» всё начиналось. Нам хотелось, чтобы вы как можно быстрее сами это всё почитали. А вот четвёртая «Маруси» или всё-таки будет в других книгах раскрываться? Огромное количество вопросов. Когда «Маруси» четыре, когда «Маруси» пять, шесть, может быть, это десять, может быть. Но мы хотим всё-таки для начала закончить сериал, а потом, да, может быть, когда-нибудь будет четвёртая. В ближайший год точно нет, работа над ней не идёт. «Маруси» будет в другом возрасте, в других сериях появляться, но как бы в ближайший год вы её точно не увидите. Почему «Маруси-3» была написана так, более по-детски, «отлично» от «Маруси-2». Если во второй «Маруси» она как бы окрепла, повзрослела, то в третьей она снова превратилась так, в эгоистичную маленькую девчонку. «Марусю, в общем-то, Ева перегрузила. И весь квест, который с Марусей происходил, это квест, который для сюжета имеет очень большое значение». Во второй части Ева была, как бы сказать, заперта в чёрной башне. А вот уже в третьей части Ева уже, можно сказать, свободно вышла из башни и встретилась с Марусей уже на её 16-летие. Как вы можете это объяснить, в чём она? Есть очень большое желание вообще сделать отдельную серию проявления. Это, конечно, не длит на день за день, но Ева, это сложный герой, она достаточно давно узнала все тайны, она узнала тайну предметов, она узнала тайну линз. И то, что с Евой... Ведь, ребята, вы поймите, что не факт, что та Ева, которую мы видим в третьей Маруси, это та Ева, которая является Евой. Что там может произойти с ней? Это ведь очень большой вопрос. У меня муки, дети, мне 12 лет, очень любят в третьей книге. Почему у вас нет иллюстрации? Мы уже три года работали на проект, но ещё год остался. Как только закончим, мы сразу будем и игры делать, и комиксы, и всё остальное. Сейчас просто не успеваем, вот тут реально времени нет. Каких-нибудь книгах будет там? Тот же самый Путин или Медведев? В Армагеддоне будет Путин. Путин будет, наверное, кроме хакера, да, в хакера будет. Он, кстати, там у него очень важная рука, он спасёт тех ребят, которые, как бы, попадут в головную историю, да, в контакт. Медведев пока не знаю, вот, мы думаем, но пока у нас как-то не получается придумать, куда медведя натрубить.